Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Атикат Магомедова и вот, что у нас сегодня в выпуске. Проекты, экскурсии, встречи и новые горизонты. Дни в Ставропольского края стартовали в Дагестане. Дагестанец принял участие в боксерском шоу в Москве на Красной площади. В Махачкале стартовали дни Ставропольского края. Праздничные мероприятия начались в возложении цветов к памятнику воину-освободителю. По традиции, на аллее Героев, на которой увековечены герои Советского Союза, были возложены красные гвоздики. Делегация Ставропольского края посетила и другие достопримечательности нашего города. Гости также побывали и в Музее боевой славы. Здесь их ознакомили с предметами одежды и военного быта, личными вещами дагестанцев, участников Великой Отечественной войны. Кроме того, гостям была продемонстрирована экспозиция, посвященная афганским событиям и периоду боевых действий в Дагестане. По мнению главы республики, экскурсии по музею помогают восстановить и укрепить связь поколений, воспитывая чувство гордости за Родину и уважение к подвигам ветеранов. Рамазан Абдулатипов отметил исторически сложившиеся крепкие узы дружбы между республикой и Ставропольским краем. Далее мероприятие продолжилось в Русском драматическом театре, где прошла концертная программа государственного казачьего ансамбля песни и танца в Ставрополе. Ну а далее краткий обзор событий от Умма Ибрагимовой. Из-за камнепада отключены от электроснабжения два горных района Дагестана – Тляратинский и Цунтинский. Отключение высоковольтной линии Шамильской-Анцух произошло в 4 часа. Это обесточило в Тляратинском и Цунтинском районе примерно 9 тысяч абонентов. В настоящее время над устранением причин аварии работает аварийная бригада. На 15 лет отправили в колонию боевика, подорвавшего автоколонну МВД в Дагестане. В судебном заседании установлено, что он вступил в действующее на территории города Махачкалы вооруженное формирование в 2014 году, после чего привлек в деятельность обонформирование своего знакомого. Так, в 2016 году осужденный совместно с другими участниками совершил посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в преследовании по автодороге «Кавказ». В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзор снял с реализации около 400 тонн плода овощной продукции с нарушениями. Причем большую часть составила импортная продукция. После акции протеста жителей Буйнакского района в селах Олимбекау и Кумуфула организован временный подвоз воды. По словам жителей, они получали воду из черкесского водохранилища через Буйнакск, которому водоканал прекратил поставку воды из-за крупных долгов. На Красной площади в Москве состоялось боксерское шоу с участием российских спортсменов. Вечер бокса на ринг поднялся дагестанец Магомед Мадеев. В числе российских боксеров был и дагестанец Раджа Бутаев. Он готовился к данному мероприятию более двух месяцев и специально для участия приехал из Лос-Анджелеса. За неделю три прилетели в Москву. Спортсельная база озера круглая сделали последний этап сбора. Вышли к бою. Бой получился такой, каким мы его ожидали. Всю задачу перепроводили в тренажном лагере, выполнили. Все прошло успешно. Поддержать спортсменов также приехали и тренеры. Ахмед Жанаев рассказывает, не только поддержка наставников, но и зрителей мотивировала спортсменов. Так его подопечный Раджа Бутаев в третьем раунде нокаутом выиграл соперника. Когда мы уже приехали на Красную площадь, все это большое мероприятие, которое там было, это очень захватывающе, и столько народу, и зрителей, полная, можно сказать, площадь. И дополнительная мотивация, поддержка чувствовалась. Напомним, что мероприятие проходило в День российского бокса. На площади жители столицы получили возможность потренироваться, а также понаблюдать уже за известными спортсменами. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Москва. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59,81 рубля, евро 69,70 рубля. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин